В второй половине 17-го столетия на Слобожанщину начали заселяться переселенцы с правобережной Украины. Именно они принесли свой уклад, свои порядки и започатывали современное место Харьков. Эволюция местного самоуправления на Харьковщине, начиная с 17-го столетия и до наших дней. Примеры управления общинами от казаков до президента. Харьковские историки решили оригинальным способом отпраздновать годовщину создания Слободской губернии и начало работы земств, которые появились здесь 150 лет назад и положили начало музею местного самоуправления. Казаки в Жупанах, начальники уездных городов, кабинетах. Фигуры и интерьеры воссозданы в натуральную величину, чтобы можно было прикоснуться к истории. Николай Титов занимает разные руководящие должности в Харькове с 1970-го года, но музейным делом увлекся впервые. Он куратор музея местного самоуправления. Экспонаты в коллекцию приносит почти ежедневно. Удостоверения депутатов разных времен, их личные вещи. Всё на примере, чего можно показать, как власть себя вела за закрытыми дверьми и чем пользовались в быту высокие начальники. Николай Титов говорит, сейчас власть напоминает ему неустойчивую перевёрнутую пирамиду, когда минимум полномочий на местах, а их максимум в центре. Тот, кто ратует за децентрализацию, право уверен Титов, потому что наши предки уже всё опробовали, придумали. Нам достаточно просто вернуть этот опыт. Что такое децентрализация? Тобто, больше вопросов должны решить на местах. А в государстве достаточно проблем больше, чем достаточно. Вопросы обороны, защиту кордона, суверенитета, грошовая система. Очень много вопросов, которые должны решить только на уровне государства. Згадаем известные слова Тараса Григорьевича. Чего же научитесь? Али же властного не цураетеся. И вот этот музей, до речи, есть свидетельством того, что а как казакство управляло территориями, как они вырешивали спольно, громадою. Пока что такие музеи местного самоуправления есть лишь в Днепропетровске и Харькове. Сотрудники Харьковского музея мечтают о ежедневных экскурсиях и готовятся принимать не только студентов и школьников, но и гостей из других стран. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.